Баллы за нарушение правил дорожного движения могут появиться в Беларуси. С такой инициативой выступают в МВД. Шкала от 1 до 4 баллов должна дисциплинировать водителей, в первую очередь тех, кто привык часто игнорировать правила. Чем выше тяжесть нарушения, тем больше штрафных баллов, сумма которых приведет к лишению прав. О чем еще говорили в Палате представителей Национального собрания, узнаем у Владимира Королева. Сегодня парламентарии рассматривают предложение МВД, которые в будущем, возможно, будут включены в новую редакцию закона о дорожном движении. Эти предложения ведомство подчеркнуло у своих коллег из других стран. Первое, о чем заявляют представители МВД, о безопасности. По числу смертности на дорогах Беларусь – среднестатистическая европейская страна. Уровень гибели во время ДТП сравни Италии и Бельгии. Лучше, чем в Польше, России и Украине. За 12 лет количество смертей на дорогах снизилось почти в три раза. И это при том, что автомобилей стало на порядок больше. Только в Минске их 700 тысяч. Ведомстве уверяют, повысить безопасность поможет бальная система штрафов для водителей. Заядлых нарушителей в стране не так много, а вот обычных водителей это лишь дисциплинирует. Мы изучали зарубежный опыт и уверены в том, что бальная система окажет свой положительный профилактический эффект на безопасность дорожного движения. Это заставит задумываться тех водителей, которые систематически допускают нарушения правил дорожного движения, которые не влекут лишение права управления. И даже за самые, казалось бы, незначительные нарушения, все равно будут начисляться баллы от одного до четырех. И в случае набора определенного количества баллов, мы уверены, что это будет сдерживающим фактором для водителя, чтобы он воздержался от нарушения правил дорожного движения, был более осторожен. Нельзя внедрять все мировые нововведения на дороге страны, не учитывая особенность менталитета, национальное законодательство и адаптацию к нашим дорогам, уверяют специалисты. С каждым годом дорожная обстановка усложняется, и безопасность должна быть гарантирована не только штрафами, но и организацией дорожного движения. Мы бы хотели подойти более комплексно к этому вопросу. Действительно изучить мировой опыт не только в какой-то части, скажем, бальной системы или каких-то отдельных элементов, а в комплексе, потому что, ну, по крайней мере, на мой взгляд, вот конкретно эта норма, она несколько выдернута из того же мирового опыта. Инфраструктура дорог, система контроля, система обеспечения безопасности в западных странах, но она несколько более развита, чем у нас в стране. Поэтому выдергивать отдельные элементы и вносить их, ну, так, без адаптации в наше законодательство, ну, пока, на мой взгляд, это преждевременно. Хотя, пока это только вот первый шаг, но к такому вот более детальному рассмотрению. 70% аварийности на дорогах зависит от организации дорожного движения. Именно поэтому в МВД предлагают наделить большими полномочиями те структуры, которые занимаются организацией движения. Сперва спроектировать безопасную дорогу умной разметкой, а лишь после внедрять ее в жизнь и обязательно ввести мониторинг аварийности ситуации. Есть рекомендации и для автошкол. Сдавать экзамены предлагают в том числе и на автомобилях с автоматической коробкой передач. Услуга будет пользоваться спросом именно у женского пола. желает пройти обучение по более легкому варианту с автоматической коробкой передач и получить соответствующее удостоверение с ограничениями. Мы не будем возражать. Выдадим такое удостоверение в случае успешной сдачи экзаменов. И в удостоверении с обратной стороны будет внесено такое ограничение. Управление только с автоматической коробкой передач. И сегодня в Беларуси вводится ответственность за движение на мотоцикле или на мопеде, на одном колесе или вовсе не держась за руль. За такие трюки байкеру грозит штраф до 235 рублей с лишением права управления до полугода. А при создании аварийной обстановки ответственность возрастает. Штраф до 470 рублей и лишением прав до двух лет. Как отмечают специалисты, эти нововведения направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а как следствие на повышение безопасности дорожного движения. Спасибо. С нами на связи был Владимир Королев. Он рассказал об инициативах МВД. Продолжение следует...